всем привет наконец-то свершилось чудо я избавился от всех экзаменов я сдал последний устный экзамен расскажу об этом экзамене что это вообще такое в общем это как дипломная работа то есть нужно выполнить проект работать над этим проектом нужно было начать еще в феврале а сейчас уже июнь уже даже заканчивается и в общем тогда еще в феврале нужно было у работодателя запросить проект чтобы ну желательно чтобы это был клиентский проект но это может быть и внутренний проект самой фирмы то есть что это за проект это что-то чем вы обычно в повседневной жизни занимаетесь на работе то есть на практике и вот мне выпал проект клиентский проект нужно было создать там переделать один веб-сайт переделать его в виде расширения для для cms в общем не будем вдаваться в подробности и вот еще феврале я должен был этот проект получить обдумать его составить план действий и отправить в и хк так называемый антрак то есть заявку там нужно было расписать что это за проект что конкретно я должен с ним делать как я это собираюсь сделать и расписать сколько часов на какой этап я должен я собираюсь потратить так вот это антракт нужно было отправить до середины марта примерно не помню уже дождаться когда и хк ответить что да мы принимаем ваш проект он нам подходит то есть он соответствует требованиям только после их ответа который пришел где-то в конце марта я должен был начинать работать над этим проектом то есть я должен проект выполнить и составить на него документацию эта документация должна состоять из там 20-30 страниц и в документации должно быть описано что именно я делал зачем это этот проект вообще нужен как я его делал какие этапы разработки я прошел как и тестировал все такое прочее в общем они должны поверить что этот проект делал я и они должны понять как и зачем я его делал цель проекта тоже обязательно нужно указать вот эту документацию нужно было отправить до середины мая в хк и вот когда и хк получил мою документацию прочитала ее оценила там не знаю проверила что она подходит все как надо они мне выслали приглашение на устный экзамен обычно приглашение на устный экзамен появляется то есть присылается за как минимум две недели до самого экзамена а мне она пришла за неделю до экзамена я не понимаю почему ну в общем у меня оставалось еще девять дней нет гульного отпуска я сразу показал это приглашение шефу сказал что все у меня там еще отпуск и остается 7 дней у меня 9 дней отпуска он сказал ну хорошо тогда уходи в отпуск прямо сейчас готовься и оставшиеся два дня мы тебе просто уже деньгами выплатим вот для сравнения одновременно со мной получили приглашение на экзамен все остальные мои одноклассники так вот у них этот экзамен гораздо позже чем у меня я не понимаю почему у меня он на неделю раньше чем у всех остальных но есть некоторые люди у которых он вообще через месяц после моего то есть там разброс дат просто огромный и я получается первый из всего класса сдал ну а сам экзамен этот устный он подразумевает что вы подготовите по своему проекту презентацию но обычно это powerpoint презентация она должна длиться от 13 до 17 минут ну в идеале 15 минут то есть презентация это краткая выжимка из документации то есть вы должны презентовать свой проект показать что вы молодец вы его сделали так и так вот такие то были сложности такие приятные моменты там были вот получилось вот это вообще проект нужен был для этого этого и после презентации должен состояться так называемый фактор проект то есть техническое собеседование и она длится тоже примерно 15 минут это время комиссия задает вопросы в основном это вопросы по проекту всякие технические вопросы или организационные вопросы и конечно же будет несколько вопросов за рамками проекта то есть они должны убедиться что вы можете создавать не только этот проект но и принципе любые другие айти проекты и вот сразу после этого экзамена либо удаляется комиссия другую комнату либо ученика выгоняют в общем они должны посоветоваться решить сдали вы или не сдали и какую оценку вам поставить сразу после их возвращения они выдают бумажку где написано сдал или не сдал вот а уже разболовку оценки они присылают позже через почту и сразу как вам вручили эту бумажку в конце экзамена если вы сдали то вы больше не ученик вы больше не не студент вы должны с этой бумажкой сразу же пойти к своему работодателю показать ее и он вас либо уволит сразу после этого если решил вас не перенимать на работу или если решил то вы сразу становитесь работник то есть этого дня у вас уже не зарплата ученика я решил не продлевать с ними контракт потому что ну у меня были на это свои причины я расскажу вам об этом в одном из каких-нибудь следующих видео но сейчас я расскажу о том как прошел непосредственно сам экзамен я туда пришел вовремя даже за за две-три минуты раньше меня туда сразу запустили в кабинет там никого не было сказали можешь подключаться там готовится проверять свой проект но я так и сделал я подключил настроил все убедился что все работает я могу проводить презентацию и я справился слишком быстро с подключением и потом я долго ждал я еще не сдавал поэтому напряжен и вот наступило 9 утра но никто не пришел я ждал ждал они пришли наверное где-то в 9-10 сразу усели за столы сказали все начинай если ты готов начинать вот я с перепугу быстро рассказал свою презентацию я ее готовил репетировал что она будет идеально занимать 15 минут но так как я немножко испугался я ее рассказал за 13 минут в принципе ну 13 с копейками это в общем то в рамках нормального после презентации мне стали задавать вопросы спрашивали в основном про мою уже презентацию про мой проект то есть уточняли всевозможные технические вопросы в основном про sql было очень много вопросов про докер про php и у меня в презентации были ER диаграммы там всевозможные графики они спрашивали про про это просили вернуть на на те слайды где эти диаграммы есть чтоб я объяснил поподробнее что там к чему задавали дополнительные вопросы немножко за рамками моего проекта я переживал что мне не хватит немецкого языка чтобы ответить на так много вопросов потому что вопросов реально было очень много 15 минут это довольно таки долго и да мне хватило знание языка я отстрелялся от всех вопросов был конечно один вопрос который я не понял что они имеют ввиду я начал отвечать как я понял они улыбнулись сказали ну ладно это в принципе вопрос вообще не относятся и к экзамену у меня там было 4 человека комиссии хотя обычно их трое говорят и вот но трое из них задавали вопросы четвертый просто что-то непрерывно записывал в конце четвертому человеку тоже предложили задать вопрос но он поставил на часы и сказал нет все уже больше я не задам вопрос после этого они удалились минут пять десять наверное не знаю их не было и в конце вернулся только один из них с бумагой где написано что я сдал что я молодец теперь я просто жду мой сертификат он должен прийти примерно через неделю полторы после сдачи экзамен и как только его получу я получается уже дипломированный специалист спасибо всем кто смотрел меня все эти три года все кто переживал за меня болел и всем кто тоже проходит этот путь или кому предстоит пройти его я желаю вам успехов